Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я сейчас решил пойти против общественного мнения. Рокетчат не очень смотрели, не очень комментировали, не очень лайкали, но мне сервис очень нравится, скажу по секрету нравится больше, чем слэк, и я все-таки делаю продолжение. Возможно, оно не так востребовано, потому что люди думают, а зачем мне еще один мессенджер. Но это именно корпоративный мессенджер, исключительно для организации командной работы и тут Рокетчат очень хорош. Вот, например, какое-то сообщение в конкретном чате вы можете пометить звездочкой, ну то есть добавить в избранное, и непосредственно в этом чате всегда можете легко найти все помеченные сообщения. Ну то есть, если перепрыгнуть в другой чат, там их не будет, а будут свои помеченные. Мне кажется, это крайне удобно и не создает хаоса в избранном. В слэк такой функции нет, в телеграмм тоже. Но сегодня не о мелких и приятных фичах Рокетчат, а как и обещал более подробно о каналах. Каналы существуют для того, чтобы обсуждать какие-то отдельные повторяющиеся темы. Например, если говорить о теплице, у нас в слэк есть канал публикации, мероприятия, администрирования, в смысле отпуска, праздники и так далее, ну и тому подобное. Но в слэк все каналы однотипные, а в Рокетчат можно выбирать еще и тип канала. С приватным и публичным, я думаю, все понятно. К публичному имеют доступ все, поэтому если говорить о работе организации, все каналы должны быть приватными. А вот дальше у нас тут существуют еще три категории. И чтобы уловить различия, надо просто создать все три типа каналов. Чтобы не путаться, будем называть их в соответствии с типом. Трансляция, наверное, не лучший перевод, смысл не передает, но пусть останется дословный. И последнее – это зашифрованный канал. Вообще тут есть еще и комбинации, например, зашифрованный только для чтения или публичная трансляция. Но это уже тонкости, которые и так понятны. Итак, вот мы создали три канала. В один я специально не добавил моего единственного собеседника в Рокетчат с ником Добер. Специально, чтобы показать, как добавлять пользователей в дальнейшем после создания канала. Вот тут информация о всех участниках. Сейчас я тут один. Говорим добавить юзера. Находим человека. Удобно, что он ищет и по нику, и по юзернейм, и по имени. А вот нашли. Добавили. Теперь у нас в информации о канале появляется еще один участник. Я в данном случае являюсь владельцем канала, а значит могу осуществить с ним определенное количество манипуляций. Например, удалить из комнаты. К этой закладке мы еще вернемся, а пока посмотрим на происходящее глазами второго Вовы Ломова с ником Добер. Но сначала по-быстрому добавим сообщений в каждый канал, чтобы Доберу было что читать. Итак, вот Рокетчат из-под браузера. До этого я показывал на примере дестопного приложения. Кстати, для перехода в веб-приложение нужно набрать в адресной строке имя сервера. В случае, если вы не поднимали свой, соответственно, нужно набирать OpenRocket Chat. Я это, кстати, не сразу понял и долго искал ссылку с их страницы на какое-нибудь веб-приложение. Итак, вернемся к нашим каналам. Первое – это трансляция. То, что там Broadcast Channel. Вы не можете писать здесь сообщение, если не являетесь владельцем. Вы не можете стартовать тред. Вот он пишет, что это комната только для чтения, но вы можете ответить на сообщение. Причем в самом канале информации о том, что вы ответили и что именно вы ответили, не останется. Вы как бы будете писать лично владельцу канала в Директ Месседж. Но это будет именно ответ на сообщение в канале трансляции. Далее – шифрованный канал. Тут все просто и сложно одновременно. Просто потому, что вы просто пишете, и все участники могут писать. Сложно, потому что это все-таки сквозное шифрование. И чтобы подробно это рассмотреть, нужно делать отдельное видео. И последнее – это канал только для чтения. А тут все совсем просто. Тут вы не можете ничего, если не являетесь владельцем канала. Вы можете только читать. Вполне себе официальный канал для донесения информации от руководства, не требующий дискуссий и даже одобрения. Просто циркуляры. При этом, если кто-то получает от руководства полномочий также выпускать циркуляры, его можно назначить владельцем канала. Вы при этом также останетесь владельцем, но теперь он может стартовать тред, то есть оспорить ваш циркуляр. Или написать свой собственный. Наверное, на этом мы остановимся с Рокетчат. Хотя мне даже интересно, почему зрители канала не голосовали за продолжение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А еще подписывайтесь на канал и любите друг друга.